Друзья, добро пожаловать на геймстезе. Зоветня Джекмана, мы продолжаем проходить третьего Ведьмака. Итак, у нас осталось совсем немного досок объявлений. Мы их сейчас быстренько все Посмотрим, выполним оттуда заказы и уже будем отправляться в Скеллиги. Вот к этой доске объявлений я пока не пойду. Я уверен, что сюда нас отправят по какому-нибудь квесту. Поэтому это пока дело отпадает. Первая доска объявлений, которая будет, это у нас будет в деревне Альнес. Поставим меточку. И пошли. Таких как ты в ад нельзя. Приходила тут одна такая. Выгоню его кавцом. Бежи и кавцом. Не знаю. Аааа! Осторожнее! Берегись ублюдок! так и где а вот там еще рядом лагерь бандитов надо будет этот лагерь зачистить хочу здесь заказов нет что ли просто обычные объявления еще батраков приглашаю торговцев к сотрудничеству объявление всем напоминаю что оказывать помощь возвращающим хулу на вечный огонь чародееками чародеям алхимикам колдунам травникам гадалкам прорицателям и прочим еретикам строго запрещается тот кто узрит таких подозрительных личностей должен тут же уведомить о них охотников за колдуньями или стражников на ему садовника мясо на колбасу поставил я ослу две кормушки в одной овес в другой сено а этот сукин сын взял и подох с голоду падаль свежая еще можно пустить на колбасу какой мясник захочет забрать пусть просит кобу явно этот осел умер от какой-то болезни раз у него не было аппетита значит из него нельзя делать колбасу уроки нильфгаарского не понимая что написано и не удивительно ведь это по нильфгаарски но скоро весь мир будет говорить на этом языке так что лучше начать его учить уже сейчас а ваш покорный слуга поможет в этом за небольшую плату новая метка неизвестное место и ради этого мы шли сюда из-за одного неизвестного места из одного просимого значка ну да надеюсь там что-то интересненькое может надо по деревне побегать возможность появится восклицательный значок закруто ой какой красивый закат ну ладно пошли попросили значку а это место силы отлично плюс одно очко умение дали он дрожит вместо силы дайте посмотрим сколько их у меня умение персонажа ухты 4 очка умений куда вкачаем может быть вихрь прокачать по максимуму а чё там дальше будет сковывающие удары быстрые атаки теперь вызывают эффект кровотечения жертва теряет 25 единиц здоровья или эссенции в секунду длительность 5 секунд прирост очков адреналина плюс 1 разрыв наносит дополнительный урон пропорционально затраченной энергии пробивает защиту врага и увеличивает шанс критического удара на 10 процентов очки адреналина увеличивают общий урон на 33 процента прирост очков адреналина плюс 1 контратака атака после успешной контратаки наносит плюс 30 процентов урона за каждый уровень умения вот это кстати неплохо и у нас тут кстати есть пустая ячейка ну-ка в магичу дальнобойный арт или увеличивает радиус действия знака арт на 1 метр мощь арта увеличивать мощь знака арт на 5 процентов огненный поток второй режим знака выпускает продолжительный поток огня наносящий урон одному противнику тут хорошо вот это вот интересно сила глифов увеличивает длительность знакам на 5 секунд числом зарядов в альтернативных режимах знака 7 число ловушек стандартном режиме 1 альтернативный режим стандартный режим магическая ловушка альтернативный режим знака носит урон и замедляет врагов в радиусе 10 метров уничтожает все снаряды попадающие в эту область взрывной щит когда щит квен разбивается то отбрасывает врагов будет тут тоже хорошо второй режим знака активный щит создает активный щит по так поддержание щита и блокировка атак расходуют энергию урон поглощающий щитом восстанавливает очки здоровья игрока марионетка второй режим знака жертвам ненадолго превращается в союзники и наносит на 20 процентов больше урона блин какие интересные знаки так алхимия повышенная сопротивляемость увеличивает порог передозировки 70 проц 75 процентов до 80 время действия эликсира плюс пять процентов умение кстати вот умение ну ка солнце и звезды днем вне боя здоровья восстанавливается на 10 процент на 10 очков в секунду быстрее ночью в бою энергии восстанавливается на 1 очко в секунду быстрее инстинкт выживания увеличивает максимальный уровень здоровья на 500 единиц тут интересно так это чё такое выброс адреналина увеличивают выработку адреналина на 5 процентов при использовании знаков тоже вырабатывается адреналин сосредоточенность очки адреналина увеличивают как урон наносимый вашим оружием таки силу знаков сильная спина объем сидельных сумку увеличивается на 60 процент все я понял что я сейчас прокачаю вот это вот а здесь максимум 1 до еще надо вставить что не отлично 190 у нас теперь максимальный вес тогда давай вот сюда еще вкачаем вот все вихрь максимум прокачан еще одно очко осталось давай вард пустим а лагерь бандитов тут рядом и есть лагерь бандитов вот он убью Давай попробую убить Ох ты тварь Все-таки втащил мне Хе-хе-хе А правда, что эльфы варят из детей суток? Вчера впустили новых оборванцев, извини Крамы-то откуда-то себе достали Украли, честные Сам каждый первый вор О, теперь будут тут у нас еду подбирать А что, не возьмут, испортят дикари И работу у нас отберут Такой, за миску еды Целый день у хозяина на поле порхать будет А? Что? Я думал, что-то интересненькое Думал, квас дадут какой-нибудь Так, дальше Мы идем куда? Мы идем, мы идем Мы идем Хата на окраине Нет, лучше усадьба Мольдава Моль Чего? Мольдави Не, вот отсюда будет ближе Блин, забыл меточку поставить Ладно, сейчас поставим Мольдави Мольдави Ух Самое оно Ночью искупаться В прохладной воде Ночью искупаться Какой огромный. Доска объявлений. Интересная деревушка. Вот тут уже есть задание. Клятва Памира. Люди добрые, я вам всем уже несколько раз говорил, но еще и письменно объявляю, чтоб никто незнанием отговориться не мог. Мой муж Памир поклялся перед матерью Милители, что в жизни в рот не возьмет ни пива, ни сивухи. И хорошо сделал, потому что в последний раз по пьяни проиграл в карты Кос, Куру, Маслобойку и даже Исподние. И я его из дому чуть не выгнала на все четыре стороны. Если кто увидит, что Памир в корчму заходит, пусть сразу ко мне бежит и получит новикратскую крону. А если я вижу, что кто-то его выпить подбивает, кружку или стакан под нос сует, то эта паскуда у меня узнает, что мотоги можно не только грядки полоть. Так, продам телегу, люди добрые, продаю телегу с четырьмя колесами, дышлом и козлами. Деревянно, если тащить, едет, если толкать, едет, но хуже. Телега как телега, что еще писать? О цене договоримся с заводкой под капустку. Враг не дремлет. Люди добрые, враг не дремлет, черные разбили лагерь за рекой. Наши солдаты будут вас защищать до последней стрелы и капли крови, но и вы должны быть готовы послужить отчизне. Сражаться с заряданием можно не только железом, но и острым глазом и ухом. Если увидите у деревни незнакомца, или заметите, что в кустах кто-то прячется, или услышите, что кто-то с чужим акцентом разговаривает, сразу шлите нарошенного на ближайший пост, ведь это может быть нилькарский шпион. Кто так поступит, не только послужит Ридане, но и обогатится, ибо мы золото за помощь не пожалеем. Вместе, плечом к плечу, к победе, капитан Витош Вольный. Предупреждение. Люди добрые, знаю, что дорога петляет, и всем охота катить через мое поле, но если еще кого поймаю, кто мою рожь топчет, то беру богов в свидетели. Так его цепом отделаю, что ни одной кости целой не останется, так что очень советую проезжему мудачью делать крюк. Гостеприимный. Одолжу плукой. Мужики, кто может плук одолжить, а то я свой об камень в поле погнул, да так что если черта в него запрещь, то все одно поле не вспашет. Родзим. Заказ. Медоносный призрак. Медоносный призрак? Призрак, который несет мед? Охотникам, следопытам и ведьмакам. Несчастье пришло в медосытень, и на пасеку, которая дает пропитание уже пятому поколению семейства Майерсдорф, обрушился на нас медоносный призрак, рушит нам улей, убивает пчел и все в округе изничтожает. Буду признателен за любую помощь, а за хорошую выполненную, за хорошо выполненную работу обещаю награду. Халаферн, Майерсдорф и сыновья. О, наконец-то заказ. Так может это не какой-нибудь призрак, а обычный медведь какой-нибудь. Мока. И где-то... Вот, откуда здесь быстрое перемещение рядышком. Давай дождемся до утра. Не будем ночью беспокоить этого Майерсдорфа и его сыновей. Майерсдорф. Халаферн. Имена и фамилия, блин. Ой, красиво так. Эй, ну-ка, дождь, иди нахер. Дождь, иди в жопу. О, дождь, иди в жопу, блин. Тварь, дождь. Дождь, тварь. Ну ладно. Богато у них тут. Вот так слухи встряли мухи. Низушки работы. Есть кто дома? Приветствую тебя, медосытный путник. Халаферн Майерсдорф. К вашим услугам. А это мои сыновья. Берни, Франклин и Гуго. Хм. Рика Майерсдорф твоя родня? Эх, ну да, это мой младшенький. Да вот беда. Он бросил семейное дело и ушел искать счастье в большой город. А почему, ты спрашиваешь? Вы знакомы? Ну да, приходилось встречаться. Но я не об этом. Я пришел по объявлению. Ну да. Медоносный призрак мне пасеку разоряет. Ну-ка, давай раскошеливайся. Что касается платы. О! Столько мы не потянем! Ладно, хорошо. Давай 300. Хм. Нам теперь с пасеки никаких доходов нет. С тех пор, как призрак появился. Может, скинешь цену немного. Так это инвестиции, чувак. Заплатишь хорошо, я сделаю работу хорошо. И тогда быстро заработаешь. Тем более, что мед в средневековье это ходовой товар. Прям ходовой. Потому что им лечились. Им делали разные сладости. Его просто ели. В общем, ну... Он быстро восполнит свои затраты. Да ты заколебешься. Слышишь, что такое жадный-то? Да ты заколебал! Ну, пусть так. Если ты нас от призрака не избавишь, мы по-любому разоримся. Будем считать это инвестициями. Так что, по рукам? По рукам. Инвестициями, он считает, будет. Надо было побольше инвестировать. Ты же понимаешь, что ничего подобного, никакого медоносного призрака не существует. Это должно быть какое-то чудовище. Может быть, дух. Работники твои видели что-нибудь? Я видел. Я как раз чистил улей, и один батрак вдруг закричал. Орал так, будто его покусала целая туча пчел. Я подбежал к нему, но он был уже мертв. У него были следы от укусов? Скорее, от обморожений. Синие губы и ней в волосах. А вокруг полно мертвых пчел. Это явно не медведь. Это чертовщина какая-то. Что вы сделали с телом того батрака? Я бы его осмотрел. Поздно. Мы похоронили беднягу несколько дней назад. Покажете мне место, где появился призрак? Идем. Прошу сюда, за мной. С чего вы вообще взяли, что это медоносный призрак? Это такая примета у пасечников. Если дарами пчел плохо распоряжаются, то приходит медоносный призрак. Он разбивает ульи и убивает пчел, чтобы никто не использовал этих благородных созданий в неправедных целях. Вы что, натравили пчелных конкурентов? Нет. Отец подписал недавно контракт с реданцами. Ну, значит, призрак из Нильфгарда. Так, ребят, вы идите, а я тут помедитирую, короче, что меня напрягает этот дождь. Ничего, дождутся. О, теперь нормально. Ой, как красиво. Полевые цветочки. Тут вот, на этом самом месте призрак убил Батрака. Может, остались какие-то следы? Ага, а вот если бы из низушка да сделать ведьмака, а? Да, легко. Давай в Каэр, может? Снег. Кровь. Бедоносного призрака с здоровенной ноги. Он очень тяжелый. Еще раз. Что-то он... Как-то... Двойное мышление у него какое-то было. У этого их... Бедоносного призрака с здоровенной ноги. Он очень тяжелый. Ну, лапа монстра какого-то. Ага, а вот если бы из низушка да сделать ведьмака, а? Следы исчезают в воде. От этой лужи, которая притворяется озером, почти ничего не осталось. Проверю другой берег. Может, следы идут дальше. Сындочки, нет? Тут никаких следов. Что там? Утопцы, что ли, носятся? Давай. Да нет. Та тварь эта тоже не уходится. Твою мать, тварь. Очень большой радиус поиска. Так, радиус уменьшился. Если есть пруд, то должны быть и утопцы. А, скорее всего, это не они, что они. Они, утопцы не умеют замораживать. Ну, может быть, кто-нибудь волшебный утопец. Так, подожди меня, и... Ну-ка, тварь, тварь. Блин, какие не мощные. Так, подожди меня. И... Ну-ка, тварь, тварь, тварь. Для того бьёшь. Герк, вали. Бо, следы. Здесь он не протиснется Должен быть другой вход Ой, не то Ну-ка Какая-то стойка Должен быть другой вход Должен быть другой вход Закрыто У меня есть ключ, пожалуйста Отец начал строить этот дом для Берни Но нам не хватило денег С тех пор стройка стоит Это замечательное укрытие для того, кто уничтожил вашу пасеку Я войду, а ты лучше возвращайся домой и запри покрепче двери Неизвестно еще, что я оттуда выпущу Так А че? Оносный призрак Как же Больше похож на гонщего пса дикой охоты Платва тебя догонит Давай, Платва, быстрее Я даже не звал Платву Он сам позвал Пошла Трою мать Платва, поворачивайся, ну Шевелись, действительно Да ё-моё А че эта тварь меня не атакует? Испугалась, что ли? И че делать? Просто бегать? Ну давай, попреследуем Ударить не могу Что-то столько преследовало О! Удраться будем, все? Эй, лошадку не трогай У меня же совсем мало жизней Медоносный призрак Скотина Ух ты Ух ты, твою мать На жизнь-то не смотрю Хм Че-то я расслабился Потерял бдительность Так, еще раз А ну-ка, если Акси попробовать сразу О, все, уцепил Вообще его даже ранить нельзя Видишь вот Геральт сам зовет Платву Да я пешком догоню Пешком гораздо удобнее, мне кажется Такая музыка играет Я тут Загончи дикой охоты гонюсь За кому загонят Что-то в этот момент Квест-дизайнер не продумали Что здесь должна быть Какая-то музыка такая Ну, стремительная Динамичная Все, драться будем? Давай, погнали Развлечимся Так, ну-ка, огня боишься, нет? Раз ты бьешь холодным, значит ты боишься огня Да Эта тварь холодная А раз она холодная, значит она должна бояться огня Это же очевидно и логично Вот Игним как начал пользоваться, дела сразу пошли Где ты там? Чего ты в куса спрячешься? Ну какая была Так, валим, валим, валим Геральт, валим Больно, очень больно Ух ты тварь Вали, валим Что тут осталось? Чуть-чуть, совсем чуть-чуть Все Красиво Ну-ка, что за трофей такой? Не понял Ой, где голова? А, вот голова, да Гончей дикой охоты Дополнительные травы Нееет Давай вот трофей суккуба Дополнительные травы Что происходит? Восклицательный знак появился Ну-ка Че ругаешься, женщина? Что случилось? Мало того, что война, господин мой Так еще и куры у меня пропадают Как тут жить? Воров-то видела? Каких воров? Чудовища У меня курочек похищают На обычных грабителей И я бы сама управа нашла А с покими что сделаешь, а? Я могу этим заняться Разумеется, не бесплатно Но за твои годы Я сделаю тебе скидку Болтовняно Что так, что эдак с меня Три шкуры сдерешь Ну что поделать Другие-то на помощь не спешат Куры начали у меня пропадать Неделю как И все по одной забирают гаты По одной? Интересно Они оставили какие-нибудь следы и чудища эти? Отпечатки лап волчьих Но Странные какие-то Будто волки на двух ногах ходили Оська и Штейгеров Умник такой Говорит, что напутала я Только мой старик был на всю округу Лучший браконьер Так что лучше меня Мало кто в следах разбирается Понимаю Да все-таки я бы сам взглянул на следы Хм Оборотень, что ли? Да не оборотень Павные курочки таскать Волчьи следы Все так Хотя Что-то здесь не сходится Тихо, тихо, тихо Человеческие следы Слушай, реально оборотень, что ли Следы волчьи Рядом отпечатки маленьких ног Но нет ни следа борьбы Так, давай перейдем речку Может быть какой-то разумный оборотень Ну такой, типа Следы маленьких ног Интересно Петрусь, осторожно У него меч Это солдат Мы живыми не дадимся Я ничего вам не сделаю Так зачем пришел? Тебя прислал тот капитан с черными усами? Я не знаю никакого капитана А пришел я по следу монстров Которые таскают кур Столько шума Из-за пары тощих курей Эта хозяйка их совсем не любила Кричала на них И вид у нее, как у ведьмы И поэтому вы их убили и съели, да? Что вы делаете одни в лесу? Где ваши родители? Их солдаты схватили Мы переходили реку Но нас заметили Мы бежали Но у тядьки и мамочки были мешки Они нам велели бечь С той поры вы живете одни в лесу? Ну да Здесь чего-нибудь найдем Там чего-нибудь стащим Ничего, живем помаленьку Откуда взялись волчьи следы? Дядька как-то добыл волка И дал нам по лапе на счастье Мы их под башмаками и привязали Ведь волки же крадут кур, правда? Да, только по одной очень редко Вы живете тем, что обкрадываете других Это плохо кончится Лучше попросите помощи Это у кого же? Кому мы нужны? Мы заберем всех кур А потом пойдем глубже в лес Петрусь говорит, что мы будем охотиться Одеваться в звериные шкуры Построим шалаш из листьев И никогда не вырастим Последнее больше всего похоже на правду Берегите себя О, вот это правильная мысль, Геральт Нужно убедить старушку Приютить детей А то реально они никогда не вырастут Их просто убьют Я ей даже денег дам Если будет такая возможность Как жизнь, ведьмак Я нашел в лесу ватагу детей Это они крали кур И что ж Дети эти верхом на волках ездили? Не было здесь никаких волков Просто это очень ловкие дети Если они хоть чуточку соображают Пускай теперь держатся подальше От моего курятника Приюти их И они перестанут красть Красть может и перестанут Но кормить-то их надо Очень мне это нужно Ну, а чуда нет Ну, ладно Я подумаю Че думать-то, блин? Тебе помощники по-любому нужны И ты одна живешь Так, где эти салаги были? Ну, че? Хм Блин Ну Может она сама их позовет В общем, дело сделано Все закончилось вроде как хорошо Так Надо сдать квест Ой, как красиво Ой, красота А он тут, что ли, стоит не дома? Ты прогнал призрака Гляньте на него Ваш медоносный призрак Это мастер Не Хватит на сегодня, ребята Возвращаемся Завтра нас ждет трудный день Будем ульи восстанавливать Вся работа Работа Ты тоже бежал из Тимерии Так Что у нас там теперь? Ну В общем, давайте отправляться в Скеллиги Отправимся в Скеллиги В следующей серии Ну а сейчас, друзья Надеюсь, вам понравилось Если вам понравилось То обязательно ставьте лайк Если вы еще не подписаны на мой канал То обязательно подпишитесь Комментируйте Нажимайте на колокольчик Эти ваши действия Очень сильно помогут Развитию канала А с вами был Джекман Желаю всем всего самого наилучшего До новых встреч Субтитры подогнал «Симон»